Зал восторженно слушает игру выдающегося пианиста, профессора Австрийского университета имени Антона Брукнера. Олег Маршев возглавляет международное жюри конкурса и символично играет на его открытии. С огромным удовольствием сюда приезжаю и мне посчастливилось быть председателем конкурса в прошлом году, который прошел на мой взгляд очень успешно, с большим количеством участников и очень сильных участников, нужно сказать. Действительно, очень-очень был высокий уровень у нас и я очень надеюсь, что в этом году будет, ну, по крайней мере, не хуже, а может быть даже и лучше. А вообще в Казахстан я приезжаю с огромной радостью, потому что это для меня немножко особое место, у меня здесь очень много, с этим местом связано очень много приятных творческих воспоминаний, очень много друзей. Конкурс пьянов из Талма-Аты проходит в стенах Алма-Атинского музыкального колледжа имени Чайковского во второй раз. Выбор не случайен. Это альмаматор для восьми народных артистов СССР и более пятидесяти заслуженных деятелей Казахстана. Ежегодно учащиеся колледжи становятся лауреатами международных и республиканских конкурсов, претендуют на победу и на этот раз. Состязаться участники будут по возрастным категориям – студенты консерватории, учащиеся колледжи и ученики музыкальных школ. Всего более ста человек. Самая главная цель этого конкурса – это дать дальнейший рост развитию фортепианного искусства, классической музыки в целом и пропагандировать произведения казахстанских композиторов, поскольку в программе каждого участника в обязательном порядке должно присутствовать произведение именно нашего отечественного автора. Поэтому в этом отношении тут и какие-то патриотические чувства, и с другой стороны, показать, что наш город Алматы действительно является культурной столицей нашего государства. Жон Хань занимается музыкой с детства. Девушка уже имеет ряд побед и признается, что пока готовилась к конкурсу, искренне полюбила казахские произведения. В этот раз выбирала казахскую концертную кюй. Мне очень понравилась композитор Шингди Баева. Понравилось, что это как природа Казахстана, как сложно это касается, вот такие характеры показывает. Конечно, в этом году, наверное, очень много участников, такие сильные, поэтому я не знаю, конечно, наверное, третье место или диплом. Конкурс проходит при поддержке фонда первого президента. Для лучших исполнителей произведений Ахмеда и Газизы Жубановых общественный фонд выдающегося композитора подготовил специальные призы. О блистательной игре обладателей гран-при будут рукоплескать зрители на церемонии закрытия.